Добрый вечер. В этом году ЛДПР 30 лет. Как будете отмечать? Это очень значимая для нас дата, поскольку это 30 лет уже. 10, как так еще, 20. А 30 лет это уже что-то полнокровное, как и человек. 30 лет это уже все-таки фигура. Мы первые, единственные. Ни одна партия не может похвалиться, что... А компартия как же? С 94-го года. То есть они... КПСС была запрещена в 91-м. Они два года думали, и потом они уже решили создать КПРФ как наследницу КПСС. Поэтому мы первые по образованию и по регистрации. Правда, КПСС зарегистрировали в апреле 93-го. Мы вторые через два дня. Это была тоже радость, потому что КПСС она еще была. И даже в 91-м году, в 91-м году, в апреле, еще до первых выборов президента. Это позволило мне участвовать в выборах президента от имени партии. Я был единственный кандидат партийный. Июнь 91-го. Регистрация партии была, наконец, осуществлена в начале апреля. И мы пошли на выборы. Поэтому мы проведем торжественное собрание. Активисты со всей страны съедутся. Я выступлю минут 30-40. С регионов выступят. Мы наградим. У нас есть пять организаций, самые-таки выдающиеся по количеству депутатов и по активности. Это Архангельская область, Алтайский край, Забайкальский край. Значит, у нас Брянская область. Вот такие несколько регионов, которые... Кировская. У них по 8-10 депутатов на местах. Нет, ну это вы все рассказываете про такую протокольную часть. А как отмечать-то будете? Вас живут корпоративы, концерты, банкеты. Банкеты. Значит, торжественная часть, как бы отметить, что это есть награждение, поскольку это вот, чтобы было значимо для наших активистов. Благодаря которым партия добилась успеха. И, конечно, хороший концерт. Своими силами. Никаких приглашенных артистов, никакого гонорара. У нас свой хор. Известный уже хор. Мужской хор фракции ЛДПР. И студия танца. Институт мировых цивилизаций. Вот мы это соединяем. И есть отдельные исполнители, которые тоже будут выступать со сцены. И они наши вот такие. Самородки. Такая самодеятельность. И, естественно, банкет. Но без алкоголя. У нас там своя столовая. Там отдельно будет. И фойе. У нас огромный фойе. И там будет фуршетный вариант. То есть все будут накормлены. У всех будет хорошее настроение. И для молодежи все закончится дискотекой. То есть полный набор. Начнем в 12 и в 7 вечера все закончим. Все уехали, как после окончания рабочего дня. Ни грамма алкоголя. Ни одной выкруненной сигареты. Это как страшно. В Москву, кого мы приглашаем, никаких, чтобы не курил. И без алкоголя. То есть вот так мы проведем. И выступим. И наградим. И, значит, концерт. И попляшем. И споем. Жириновский петь будет? Нет, я не пою. Это мне придумали Митрофанов. Решил через песни как-то повлиять. Я не пою. Ну, а как же вот эти выходят пластинки? Ну, сделали. Ну, там же Митрофанов поет, а Жириновский. Я не знаю, где Митрофанов. Я его не слышал. Но вот сделали в моем исполнении несколько песен и диски. Эти выходят до сих пор. И с Серегой рэпер в 2006 году. 13 лет назад. Тоже есть у нас выступление. Две звезды там записали. Но это не мое. Я совершенно не горю желанием петь, плясать. Как самодеятельность там в компании. Пожалуйста. У меня любимая песня. Вихры враждебные веют над нами. Темные силы назлобно гнетут. Почему? В детстве шли эти революционные фильмы. Я ходил на каждое кино. И почему-то именно эта песня на меня как-то впечатление произвела. Или вот попала в голову. Или там темная ночь. Ты с украдкой там слезы у кроватки детская сидишь. В общем, несколько песен просто в реле. Или песни о тревожной молодости. Меня Кобзон вытащил на сцену. Когда у него было 60-летие. Помню. Я вообще не ожидал. Он взял меня, позвал. Ну, я думал, просто подойду, поздравлю. Там сидит 2000 человек. Все его друзья. 20 лет назад с лишним. Говорит, какую песню споем? Ну, я вспомнил по молодости там. Пока я ходить умею. Пока я могу дышать. Я буду там все то-то-то. Вот эту песню мы с ним пропели. Конечно, я всех слов не знаю. В такт не попадаю. Поэтому я совершенно не хотел. Это все импровизация по просьбе. Я никогда не хотел быть артистом. А тем более эстрадным певцом. Это вообще исключается. Как и танцором. Абсолютно. Это все не мое. Вы когда Серегу рэперу упомянули, я вспомнил про вашу недавнюю поребенку с другим Серегой. Да. С Сергеем Лазаревым. Вот, да. Что вам, собственно, как бы не понравилось? Он любимец публики. Это меня не интересует, что любимец публики. Нужно давать объективную оценку. У нас были зимние Олимпийские игры в Сочи. И туда все хотел поехать. Плющенко. И у него все везде болит. Везде у него какие-то травмы. Уже там скелет у него, по-моему, собранный. Там сплошные пластины. И он все хочет. А Ковтун, парень молодой, я его знать не знаю. Просто он первое место занял в одиночном катании. Пусть Ковтун поедет. Нет, все равно Плющенко поехал. И проиграл. То же самое здесь. Ну, это уже был Сергей Лазарев. Но меня политическая часть интересует. Там, по линии Плющенко, хватит уже выпускать на сцену тех, которые уже не двигаются тела. Везде запасные части. И хватит Лазареву ехать. Тем более он, может быть, даже оговорился, но он сказал в 2015 году, что для него Крым это Украина. Это чудовищно. В 2014 году это стало частью России. И мы запретили в уголовном порядке говорить о том, что Крым это Украина. Это когда вы запретили? Вот, когда мы приняли в уголовном кодексе. Ну, он же артист, он беседовал. Не надо так, артист. Уголовный кодекс не предполагает. Артист, известный ученый, ветеран, инвалид, бедная женщина. Давайте просим. Кодекс, конституция для всех. Выполнять. Я же не говорю его в тюрьму посадить. Не надо ехать ему представлять Россию. Давайте другого. Что-то бы талантов нет. Вон голос России, какие-то конкурсы. Великолепные голоса. Где они? Почему не выпускают? Помните, было два Юры? Пели на русском, на французском лет 20 назад. Все, нет их. Где они? Все. Потому что сидят там эти вот Леонтьевы, там все эти маршалы и так далее. Лещенко. Вот они оккупировали. Им уже за 70. И все, сидят. И молодых не пускают. Пропустите молодежь. Как в ЛДПР. Самая молодая фракция и партия в масштабах мировом. В мире нет таких молодых депутатов. 21 год. Власов стал депутатом. Сейчас ему уже, соответственно, 23. Где такие? И не один. А вся фракция. Средний возраст 37. Франция, Германия. Блин, ну все. 60 средний возраст. За 70 сидят. Вот сейчас вы с возрастом подставляетесь. Потому что вот беседовал я с сенатором Нарусовой. Она сказала, что больше 10 лет человек не может занимать свою должность. Понятно, что это она под Путина как бы все это вот подводила. Но Жириновский вот сидит и сидит. 30 лет уже возглавляет партию. Я сам был автором закона. Значит, лимит по возрасту. 70 лет. И все должны освободить руководящие должности. Оставайся на работе. Эксперт, консультант, как хочешь. Но руководитель должен быть не старше 70. Мы это ввели в закон. Но Лебедеву, представителя Верховного Суда, 70. Как его оставить? Заставили нас закон изменить и снять ограничения по возрасту. Теперь всем. Хоть до 90, хоть до 100. Я за это. И депутатам тоже самое. Я всем. Давайте. У нас это должность руководитель оппозиционной партии. Я сто раз обращался напрямую к стране в прямом эфире. Кто хочет возглавить ЛДПР? Ни один не может и не хочет. Депутатам кто хочет. Активисты кто хочет. Ни один ни разу даже так, хоть бы в шутку изъявил желание. Это очень серьезная работа. Боятся вас просто. Не меня боятся. Это невозможно. Просто так. Я буду. Бог говорит, как ты будешь? А что ты умеешь? Ну иди выступай вместо меня. Нет, нет, нет. Я не смогу. Иди выступ, говори. Давай на госсовет иди. Надо знать все. Потому что на госсовете обсуждаются все вопросы. Я член госсовета. В думе обсуждаются все вопросы. Они по неопытности просто не знают. Я же не думаю, что они дураки, слабы, но не знают люди. Ведь я... Мне повезло. Почему? Я все время на политической работе. ВУЗ политический. Институт страны Азии и Африки. Юрфак. Второй ВУЗ. Кафедра международного права. Опять политическая составляющая. Армия. Я единственный. В армии было политическое управление Закавказского военного округа. И седьмое отдел. Это спецпропаганда. После этого Советский комитет защиты мира. Чистая политика. Дальше. Высшая школа продвижения. Чистая политика. Иностранная юридическая коллегия. Чистая политика. И последнее место работы издательства МИР. Переводим все лучшее, что у нас на иностранные языки. И с иностранного все лучшее на русский. Везде была политическая и международная составляющая. Никто не имеет такого опыта. Рождение в национальных регионах. Я прожил 20 лет. Вы никогда не будете правильно решать национальные вопросы, пока не будете жить среди них. Детский сад, школа, рынок, баня. Ну все. Жить. Жизнь у этого народа. Другого. Чужого. Они же в Москве жили. В русских городах. Они этого ничего не знают. Поэтому мой опыт, который я скопил к 43-м лет, когда я возглавил ЛДПР, это ни у кого нету. Зюганов арифметика. Он окончил педагогический институт, провел провинциальный вуз. И педагогический вуз, тоже тогда они считались самые такие слабенькие. И просто арифметика. В школе он должен преподавать алгебатригонометрию. Вот его работа. А у меня-то все политическое было. Да, но политическую деятельность вы ведь начинали в Демсоюзе. Да. У Новодворска. Да. Ну как начинал? Очень быстро ушли. Почему? Я просто ходил на все тусовки. Собрание землячества какого-то, Удмуртское. Я иду. Потом Советский комитет защиты мира по старой памяти. Проспект Мира 36. Я иду. Там ожидается... Собирали всех руководителей или членов новых общественных структур. Я прихожу. Встает Новодворска и говорит, вот у нас с 7 мая, с 7 по 9 съезд. Мы создаем новую партию, Демократический Союз. Первый раз слышу. И официально это заявляется. Не под поле. Узнаю адрес. И иду на съезд. Иду вечером. Собаки. Автоматчики. Внутренние войска. Любой мог спустить на меня собаку или с автоматом стрелять. Ну, я зашел в квартиру. Трехкомнатная. Выступают. Я выступил. На табуретку становимся и выступаем, чтобы нас все видели. Второй день. На квартире. Речной вокзал. И третий раз. Мы под Москвой. На какой-то станции. Вот три дня съезд. И выборы. А потом избранные члены руководящего органа едем на квартиру в Ясенево. То есть, меня избрали. Я не просил. Выбирайте. Выдвигайте кандидатуры. А я трижды выступал. Три дня шел съезд. И меня запомнили. Я говорю, я Жириновский. И вот что-то сказал. Им нравилось. Второй день. Потому что несколько человек запомнили меня. И выднули. И все же люди были разные. Прогласовали. И я во главе. В смысле, вошел в руководящий состав. А с Новодворской общались? Вот там. Мы с ней общаемся. Только там. Она подсела ко мне. Сразу меня в чем-то заподозрила. И говорит. Ты знаешь, куда ты попал? Мы завтра идем на Пушкинскую площадь. Там будем биться головами об автобусы ОМОН. День Победы. Нет, какой это был день? Да. День Победы. Девятое мая. Девятое мая. Ты куда попал? Я говорю. Я не хочу таких вещей. И я ушел. И все. То есть я у них был только три дня. Съезд. Она честно мне сказала, что они будут биться головой. То есть они будут совершать действия никаких согласований, никаких разрешенных. Вот Пушкинская площадь и будут выходить туда. Как Лимонов приблизительно. Вот такие действия. Лимонов ваш соратник, кстати, в прошлом. Лимонов соратник. Был вашим предметом. Он у нас поучился. А мы с него было самому создать. Он решил, что такое время. Сейчас он создаст. Национал большевики. И вообще встанет там. Наверх пройдет. Ну, ради бога. Чем он кончил? Тюрьмой. Мой адвокат его вытащил из тюрьмы в Саратове. Разве? Да. Я дал адвоката. Бесплатно. Все. Ему четыре года дали. А мы ему скостили там. Пару лет скостили. То есть я нигде не навязывался. И шел мягко. Никого не оскорблял. Никому не мешал. Поэтому в этом смысле мы чисты. Вы там подзатыльники раздавали. Какие? Я помню. Дагдляну просто при всех заехали по голове. Я согласен. Это не годится. Но это было состояние эйфории. Вы понимаете? Прошли выборы. Нам обещали один-два мандата. Может вообще не провел. Какой там ЛДПР? Кто такие? Знать не знаем. Вот. Демократическая Россия. Демвыбор Россия. Коммунисты. Женщины России. Пресс. Сахраевицы. Премьер. Кто там был. Это ЛДПР какой-то жириновский. Но меня уже знали, конечно. Перед выборами в Госдуму. Поскольку я занял третье место на выборах президента. 12 июня. Я помню. Да. Конечно. Это вызвало фурор. Россия ты сошла с ума, сказала. Это уже в 97 году. Это на банкете. Шестой этаж. Поэтому это был самый радостный день в моей жизни. Мы победили. Это самый радостный день в России. Самая радостный. Больше не повторится никогда. 12 декабря 1993 года. Мы победили. Вся партия. Первые выборы. Свободные. Демократические. На базе принятой благодаря нам Конституции. Все были против. Левые говорили антинародная Конституция. Демократы говорили авторитарная. Я единственный говорил. Надо нам это принять. Другой нет у нас сейчас. Ельцину понравилось. И в сентябре 1993 года. Последнее Конституционное совещание. Он только мне дал слово. Я его враг. Потому что в 1991 году я его долбал на выборах президента. Он очень разозлился. Только я. Там Бакатин молчал. Тулеев молчал. Макашов. Рыжков. Я один его. Ельцин такой. Ельцин то. В пух и прах. Если Ельцин это война гражданская. Развал страны. Все совпало. Но я по сути. Собчаку понравилось. Как я участвовал в создании Конституции. Конституционное совещание в Кремле. Кстати тогда Путин он сказал про меня. Первый раз. А что сказал ты? Что ему понравилось. Там есть какой-то Жириновский. Какая-то партия. Очень хорошо выступает. И говорит. И поддерживает этот президентский вариант Конституции. С точки зрения президентский режим. Что заложен президентский режим. Вот тогда Путин обратил внимание. В 1991 год. Он еще был в аппарате у Собчака. Они общались. И поэтому. Это такая радость. Я думал один мандат. Ну два. Победа. 65 депутатов. Представляете. 65. Самая большая фракция. 59 по спискам. И 6 одномандатников. То есть одномандатников могло быть больше. В 225 округов. Но они схитрили. Они выборы провели честно. Они это кто? Ельцин и его команда. Рябов был. Рябов был председателем избирательной комиссии. И Иванченко у него зам. И вот они срочно объявили выборы. На 12 декабря. Где-то в конце ноября. Две недели. Ну как можно. За две недели выборы провести. Списки любые принимали. Пытался там Иванчик. Что-то у вас не тонет. Он говорит молчи. То есть Кремль дал команду. Срочно провести выборы. Чтобы конституцию принять. Для них была главная конституция. Если нет конституции. Их режим нелегальный. Он так сказать. Все. Гражданская война в стране. Власти нет. Поэтому дали телевидение каждый день. Это я помню. Каждый день я выступал по разным каналам. Два-три раза. Я тему говорил. Завтра я по России один. Тогда по-другому назывался. ВГТРК. Я буду говорить о семье. Там ОРТ называлось тогда. Я говорю завтра я буду на ОРТ про армию говорить. То есть люди знали. И я выступил вот буквально с 1 декабря. Пять дней. И потом с 9 декабря по 10. 10 последний день. Все. Дебаты. 10 декабря. Финальный вопрос. Первая часть. У нас она про партию получилась. Ходят разговоры. Вы об этом сами говорили. Пишут об этом много. Что будет ребрендинг партии. Она будет теперь называться легендарная державная партия. России. Нет. Мы даем третье название. Первая историческая либеральная демократическая партия России. Но стали долбать либералов. Это частично могло на нас перейти. Люди же не понимают. Понятно. Либеральная партия. Кто-то создал просто либеральную. Кто-то стал себя называть либералами. То есть путаница. Тогда мы зарегистрировали краткое сокращенное название. ЛДПР. Лет 10-15. Теперь мы третье название зарегистрируем. Мы имеем право. Та же аббревиатура. Но расшифровка будет еще одна. Легендарная державная партия России. Потому что загадили слово либерализм, демократия, патриотизм, коммунизм. За эти 30 лет все понятия, философия, ну все изгадили. Все плохо. А вот легендарная, это как легендарная армия. Державная, государственная. А главное, сохраняем аббревиатуру. Но главным остается везде ЛДПР. ЛДПР, ЛДПР. Это мы оставляем. Это легко, это понятно. Но для расшифровки даем второе. Первое историческое остается. И даем второе. Что это легендарная, державная. А все вместе это одно и то же. Жириновский хитрый. Об этом мы поговорим во второй части передачи. Итак, Жириновский. Хитрый, мудрый. Я бы слово хитрый заменил на слово проницательный. Или прозорливый. Это да. Потому что хитрый ближе к рынку. Обхитрил, что-то там купил. Оно больше такое вульгарное, что такое. Вот хитренький. Хитрованчик. Я помню ваш прогноз насчет Трампа. А вот прозорливость. Да, вот это удивительно. Я давал прогнозы, они все почти реализованы. Это вот скорее подходит. Вот про прогнозы тогда поговорим. Может так сложиться, что в России будет президент женщина? Не получится. Слишком много лет Россия воюющая страна. И сегодня нам угрожают напрямую из США, что война будет. Что война неизбежна. Поэтому в этом плане, конечно, весь руководящий состав страны в основном мужской. Именно из-за военной опасности. Нам тысячу лет. Семьсот лет мы воевали. Или революции. Семьсот. То есть только треть существования нашей страны относительно мирный период. Поэтому здесь женщина не получится. Она может быть, но она не справится. Нужно принимать стратегические решения. Которые женщине тяжело. Вот Минздрав Скворцова хорошо работает. Но это болезни люди. Все. А президент это... Нужно все знать. Китай, Монголия, Корея. Что там? На юге там арабы, турки, персы. На западе все. Где-то там Америка, Венесуэла, Куба. Такой набор проблем. Она никогда с этим не сталкивалась. Никогда. В этом плане тяжело. И стратегически. А какое решение принять? Миллионы лет формировался мужской ум. Вот у нас в эти дни годовщина, когда Менделеев завершил создание периодической системы элементов. Ни одна женщина в мире это не может сделать. Это нужно стратегический ум. Какая она запутается там в казеин, из чего делает, так сказать. А какая периодическая система? Сейчас Матвиенко слушает нас и обижает. Она замечательная женщина. И еще много женщин. Я говорю о стратегии. Это единственная в мире страна. Мы. Где нужны концептуальные вещи. Потому что царь... Почему у нас задержался царь? Потому что он боялся, кому передать власть. Их царевичей учили. Специально готовили управлять империей. И вдруг какие-то депутаты, какие-то партии шумят на улицах. Забастовки. И им отдать власть? Он боялся этого. Как и КПСС. Они формировали руководящие кадры. Готовили, готовили. И вдруг они никто. Пусть пробуют. Но посмотрите. В Израиле попробовали. Голда Мэйр. Все. Больше ни одна еврейка не возглавила Израиль. Почему? Пожалуйста, допустим. Вот в Британии, пожалуйста, вторая женщина, например, министр. Потому что остров. Никто не нападает. Тихо, спокойненько. Или Германия. Меркель уже передала практически свои полномочия. Другая женщина будет. В Америке могла Хиллари победить. И реально большинство американцев волосовали за Хиллари. Просто система выборщиков позволяла Трампу получить большее число выборщиков. Прозвучала вот эта триада. Женщина, царь, депутат. И по понятной ситуации я вспомнил Поклонскую. Вот. Как вы относитесь к ее заявлению о том, что в Госдуме, в общем-то, очень много людей, скажем так, нечистых на руку, вороватых, с которыми надо заниматься? Вот, чтобы закончить тот вопрос по поводу женщины-президента. Да. Пусть партию возглавят. Партию. Любую партию. Кто? Женщина. Ни одну партию не возглавила ни одна женщина. Но начните с этого. С этого начните. Партия во главе, чтобы была женщина. Все. Те же демократы. Там типа Парнас, Марнас, все эти Яшины. В чем же у них не могут женщины? Вот в этом плане это подтверждает мою гипотезу. Даже маленькую партию, которая не будет решать статистические задачи. Женщина не идет. Потому что это очень сложно. То, что касается документов в Думе, это болезнь любой правящей партии. Сейчас в Америке заплачена страшная коррупция в образовании. Тоже, как у нас, за деньги пропихивали своих детей миллион долларов, чтобы поступил в ведущий вуз. Там Принстонские, Кембриджи, там Гарварды, там все прочие. Везде коррупция. В рядах правящей партии. Туда и вступают, чтобы хапать, хапать. Потому что, если правящая партия, в твоих руках все руководящие должности. Хлебные, ключевые, финансовые, решения. Вот почему меня нельзя никогда обвинить в коррупции? Я не могу быть коррупционером. Я не должностное лицо. Мне никто не должен давать взятку. Я никого не принимаю на работу. Никому землю не даю. Я ничего не даю. Моя задача пропаганда. Все. Вот за это мне делали дорогие подарки. Когда-нибудь я скажу, кто? Руководитель одного иностранного государства услышал, как я долбаю американцев. И сделал мне дорогой подарок. Потому что он не мог. Он боялся. Так про вашу коллекцию известно подарков. И Каддафи. Вот я говорю, когда-нибудь еще отойду от дела окончательно и назову всех, кто... Именно за пропаганду. Это не коррупция. Он слышит, как он хорошо сказал. Вот так бы им бы хотелось. Но если бы они так сказали, тут же подошли бы американские эсминцы, эти авианосцы. И долбанули бы по этой стране. Они боятся. Но когда кто-то из Москвы, они видят фамилию, депутат, все, они в восторге. Поэтому здесь я никогда не получал, но меня готовы были отблагодарить именно за пропаганду. А это не коррупция. Это как артисту за голос, художнику за картины, спортсмену за прыжок в высоту. Это уже люди дарят. Им хочется как-то одарить. А здесь вот то, чтобы возвращаться к Поклонской. Она сидела. Документов у нее полно. Хороший прокурорский опыт у нее есть. И это беда правящей партии. Я им уже много раз говорил в Кремле и здесь в Думе. Ну нельзя, чтобы была партия монополистов. Туда будут лезть все, кто хочет наворовать, захватить. Ведь аресты идут каждый день. Да. Членов Единого Союза. Как вот сейчас на днях глава администрации города Рязани. Пожалуйста. Должны лица. Потому что в его руках вопросы договора. Уборка улиц. Сегодня это очень дорого стоит. Все думают, о, мусор. Да самый дорогой сегодня мусор. Там миллиарды. И легко скрыть. Вот сколько здесь тонн в этой мусорной свалке. Подпишет любой документ. Сто тонн мы вывезли. На самом деле пять тонн вывезли. Кто измерит-то? Поэтому они все горят. В этом беда. К Путина вины нет. Медведеву вины нет. Бубернаторы даже не виноваты. За их спиной. Внизу мелкие клерки, которые занимаются этими нарядами, подрядами, стройками, ремонтом. А они хапают и хапают и не могут остановиться. Это болезнь. Ему несут. Вот в чем проблема. Даже не надо провоцировать взятку. Несут, стоят. Вот он сидит, начальник, на прием стоят. Кейс. На стол кладет, на бумажке пишет, сколько там в кейсе. И чиновник думает, ну что, подпишу эту бумагу и кейс унесу домой. Поэтому она знает об этом. Мы это сами видим. Уже 30 лет я наблюдаю. Все, кто связаны с властью, не все, конечно. Те из них, кто, как говорится, имел отношение к ключевой должности. Там, где распорядительные функции, где мы выделяем деньги, разрешительные функции. Мы разрешаем строить, ремонтировать. Вот эти люди, конечно, они все в зоне риска. Или следственный аппарат. И все остальные. Это беда. Это во всем мире так. Возьмите Турцию. Возьмите Венесуэлу. Украина. Вот рядом Украина. Да. Ну все поражено. Там многопартийная Верховная Рада, парламент. Там многопартийное правительство. И то не удается им, значит, эту коррупцию подавить. Потому что там бременщики. Они все знают, что Порошенко уходит. Новоруем при нем. А Порошенко уходит? Конечно. То есть ваш прогноз на выборы ближайшие в Киеве? В Киеве. Он уйдет. Но Зеленский будет делать то же самое. А Зеленский вы считаете? Из шоу-бизнеса. Конечно. Это не играет роли сейчас. И откуда он? Он будет марионетка, кукла. Он займет кабинет, а Коломойский будет ему писать. Коломойский это Березовский. Только Березовский проиграл. Не имел опыта. Слабак оказался. А Коломойский это зубр. Все. И он обозлен, что Порошенко его выкинул. Поэтому Саакашвили и Коломойский, они будут добивать всех людей Порошенко. А Аваков поможет. Он обо всех все знает. А Зеленский будет делать то, что Коломойский. А Коломойский с нами может договориться на тайных встречах в Швейцарии, где он сейчас живет. Ему нужно вернуть деньги. А это деньги в наших руках. Приватбанк. И мы скажем. Давай договариваться. Ему нужны деньги. Мы поможем. Но нам нужно оставить за собой Донбасс, Луганск. Может еще добавить. Харьков нам. Юго-восточный. Давай пополам Украину. И газ будет бесплатно вам идти. Бесплатно газ. Игорь, ты понимаешь, Игорь? Бесплатно. Единственная в мире страна будет. Но маленькая Украина. Вот западные регионы. Киев, Львов, Тернополь, Ливано-Франковск. И он согласится. А, Зеленский, как его зовут? Никто не знает, как Зеленского зовут. Ну что ж вы. Будущий президент соседей. Владимир Александрович. А мы скажем. Владимир. Да, Владимир. Володя. Сколько Володей? Ленин Володя. Путин Володя. Презеленский Володя. Жириновский Володя. Четырех Володей Европа не выдержит. Четыре Володя сожрут Европу. И Украину, и Россию. Вы сейчас можете повлиять очень серьезно на ход выборов. Я вам говорю. Скажу. Вот Жириновский поддерживает Зеленского. И все. И сразу все уманутся до Порошенко. Зеленский, он берет тем, что он не политик. Что он не был министром. Он никем не был. И он молодой. Наверное, самый молодой с кандидатом. С 40-40 с небольшим. И его знают все. Слышали его такие хорошие шутки, прибаутки. Я вас уверяю. Петросян мог бы у нас победить или Жванецкий. Закресток мог победить. Не Грудинин, а пошел бы Петросян и Жванецкий. И получил бы большое количество голосов. Поэтому победит Зеленский. Но сам по себе он не победит. Потому что поможет Игорь Валерьевич. Коломойский, да. Вот. А, значит, Коломойский управляемый. Ему нужны только деньги. А мы вернем все деньги, которые вывезли в Европу, везде. Он будет самый богатый. Он будет украинский Рокфеллер. Ротшильд. И марионетка сидит в кабинете президента. И Москва. Никаких опасностей нет. Спокойненько. Пять лет будут управлять. И все. Может, на второй срок пойдут. Десять лет. Но нужно отдать Юго-Восток России. И никаких больше рисков для войны. И оставшейся Украине газ бесплатно. И он понизит цены для всего населения. И все бабушки, и все бедные будут хлопать. Ой, Володя, Володя, спасибо тебе. Газ бесплатно. Свет в два раза ниже. Хлеба полно. Лекарства есть. С Москвой мир. Все. Десять лет будет управлять. Коломойский. Потом, если Зеленского, а у них какого-то ограничения нет. Там можно несколько сроков. Все. Вот вариант. Вот Жванецкого вы упомянули. Михаил Михайловичу 85 лет. Недавно было. Он едет на гастроли на Украину. И там несколько воинственно настроенных деятелей призвали бойкотировать его выступления. Как вы вообще относитесь к тому, что российские музыканты, сатирики, вообще артисты приезжают на гастроли на Украину? Те-то к нам не едут, по-моему, не выступают. С Украины полно едет к нам. Приезжают, да? Полно едут везде. С удовольствием. Мы зарабатывают огромные деньги. Ну, это же правильно или нет, как вы считаете? Для искусства, для спорта, для науки не должно быть никаких границ. Абсолютно. Встречайтесь. Научный семинар, конференция. Гастроли любых артистов, молодежь. Спорт Ростноярск. Со всего мира съехали. И ради бога. И всем понравилось. Так и все время должно. Евровидение. Поезжайте. Выберите лучший голос Европы. Соловей Европы. Но не Сережа Лазарев. О, Господи. Он не должен даже ехать туда. И Киркоровы все эти, и Басковы. Полно. Я же не себя предлагаю. Дайте те голоса. Ты же конкретно никого не предлагаете. Ну, я ведь не знаю фамилии. В том-то и дело. У меня вот запомнился два Юры. Так нет, вообще мы не знаем. Где они теперь, два Юры. Вот сейчас они передачу это услышат. Да, может они появятся. Деньги у вас попросят. Ну, вот мне нравится кто. Влад Сташевский. Когда-то он был. Да. Потом Алеша Гоман. Про русского поет. Русский парень. В воде не тонет. Да. Я кого вижу, слышу. Потом вот победители конкурсов. Ну, они там же есть. Чего вы их не пропускаете? Нет. Потому что мафия всегда была. И при советской власти. И сейчас концертная мафия. Так. Они захватывают все правила, все места. И сами решают, кто поедет. И потом они друг с другом делятся. Поскольку получают бешеные гонорары. В этом плане беда. Билан, помните, дважды ездил. Зачем? Сейчас где он? Чего он? Практически сошел на нет. То есть я говорю, и в спорте, и в искусстве надо двигать. Да и в науке. Все достижения до 30 лет. Все. Я это понял сам. Я учил английский, французский, турецкий. Немецкий начал учить. Мне уже было 30. Все не идет. Мозг уже не воспринимает. Все. Я убедился на себе. Что только до 30 лет. Все творческие проекты, спортивные. Ну, любые. Только до 30. Скорее выдавить вот эту вот нашу творческую молодежь. От 14 до 30. До 25. Они создадут великую страну. Понимаете? Поэтому везде. Я буду счастлив, если во главе ЛДПР станет молодой какой-то парень или девушка. Ради бога. Пол мы не трогай. Но где он? Ну, не хотят. Не боятся. А сын ваш? Он не публичный. Он не любит этого. Да? Не публичный. Вот он ни журналистов, ни выступать, ни говорить. Ничего. И не только в плане политики. День рождения. Он никогда не устраивает. Никогда не зовет нас. Родителей вообще. Вот такой человек, да? Вы говорите, вот молодые, смотрите. Такие типы людей есть. Они замкнуты, у них свой мир такой мелкий. Так что тут уже ничего не поделаешь. И все остальные тоже. Я же позвал его. Мне не надо было звать, я ему устроил трагедию. Он бы занимался бизнесом, никто бы его не знал. А я потащил его для массовки на первый съезд. Вот, у вас есть молодежь? Давай позови там одноклассников. Человек 10 пришли. Говорю, вот молодежь. А где я возьму молодежь, когда первый съезд? Откуда? Денег нету. Я в Сбербанке снял со своего счета 400 рублей на аренду зала. Сегодня это сколько денег? Это 4 миллиона. Ну тогда доллар был 65 копеек. 600 долларов примерно. Нет, или сколько? 40 тысяч. 40 тысяч, по-моему, аренда зала была. С советскими деньгами. Ничего же не было. Ничего не было. Я прямо на первом съезде обратился. Если можете, помогайте партии. Я боялся кончиться мои деньги в Сбербанке. С чем я останусь? Вообще лидер партии голодный. Я же ушел с работы. Я с 1 ноября 1990 года ушел на освобожденную партийную работу. Выдавили. Вот на тебя эти товарищи жалуются. Означается КГБ. Ты на митниках выступаешь, под главе какой-то партии. То есть выдавили. Я написал заявление. Ушел. Действительно, объем работы огромный. И сидя дома, все остальное создавал. Первый съезд провести было в марте 1990 года. Первый съезд мы провели. Но дальше уже пошли страшные. 1992 год и так далее. То есть денег не было никаких. Это вот очень сложная вещь. Денег не было. Наверное, какая-то была поддержка. Вы упомянули людей в погонах. Сперва не выдавливали. Они не знали. Сперва, а потом? А потом я не знаю. Потом уже... Ведь как говорите? Наверху могут помогать. Вот Лубянка. А Сокольническое отделение КГБ. Они же не знают позицию верхов. Там же никто не вызывал. Ты слушай, полковник. Там у тебя Жириновский живет. Ты эту партию особенно не трогай. Это ребята спокойные. Этого же нету. Вертикально наверху все решает. Вот. Они решают. Поэтому 90-й год, когда мы проводили первый съезд. То есть я пошел в здание. Это дом культуры Русакова. Трамвайное депо рядом. Прихожу к нему. Дайте помещение. Он говорит, мы не можем. Райком партии. Я иду в райком партии. Женщина была, кстати. Говорю, дайте нам помещение. Новую партию мы хотим провести. Вот. Он говорит, вы знаете, в КГБ. Если КГБ разрешит. А я не знаю, где КГБ в Сокольниках. Вывески нет у них. А по 0-9 нашел. Звоню. Говорит, ну, перезвоните нам через пару дней. Я перезвонил. Говорит, идите в райком партии. Разрешение будет. В райком партии я пошел. В ДК дали команду. Я снял зал. Политическое решение. А теперь деньги. А теперь людей собрать со всей страны. То, что КГБ, вот они разрешили. А потом, я же в конце 90-го ушел. То есть они до еще съезда просили меня выдать. Потом не давили. Но у них старое осталось в памяти руководство издательства «Мир», что, мол, кто-то и товарищи к нему как-то настороженно были. Потому что сперва-то меня просто задерживали. На Пушкинской площади, Новопушкинской. В списках идет. Кто такой Жириновский, издательство «Мир». И звонят директору. Там у вас такое есть? Смотрите. Где-то он на митинги ходит. С оппозицией, там, диссиденты и так далее. Поэтому у них сложилось уже такое отношение, что что-то товарищ... Я же не коммунистом. Не был коммунистом. Поэтому я это знал. И в конце концов ушел на освобожденной работе. Стал пробивать штаб. Какие-то помещения, какая-то мебель. Все эти хозяйские вопросы. И страшный 92-й год. Это страшно. Консервы были. Я на работе ел консервы. И дома сухая колбаса. Вечером до утром. Зато 93-й, как мы выяснили... А 93-й праздник. Это праздник, который никогда больше не повторится. Я желаю, чтобы повторилось. В 21-м году. Да, потому что... Нам бы хотелось. 30 лет вашей партии. Вы зажигаете, как и 30 лет назад. Желаю, чтобы еще, как минимум, еще 30 лет вы зажигали. Спасибо. С вами скучно не бывает. Спасибо. Спасибо вам большое. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok